Всем привет, друзья! Обратили внимание, что после выборов снова поменялась информационная повестка На первый план опять вышла история с пандемией коронавируса Ну, действительно, надо ведь о чем-то людям рассказывать Надо ведь рассказывать о каких-то рывках и прорывах И в очередной раз, да, нам стали рассказывать, что рывки и прорывы в области российской медицины, они все-таки есть Мы стремимся к победе над ужасной болезнью, которая два года терзает и весь мир И вот опять нам напомнили, что у нас есть вакцина спутника ВА И теперь ситуация с этой вакциной такова, что в мире ее готовы признать Ну, по крайней мере, так нам рассказывают с экранов телевизоров А так нам говорят государственные подконтрольные Кремлю СМИ Напомню, с этой вакциной не все так очень просто и однозначно Почти год Кремль, Минздрав, вообще российские власти пытаются вывести ее на западный рынок Пытаются добиться признания этого Ну, я не знаю, как его назвать, препарата, не препарата Тем не менее, до тугу как не получалось Вот сейчас заговорили, что все В мире многие страны признают, что вакцина, в общем, не просто хорошая, а очень хорошая Чуть ли не лучшая в мире Что эффективность ее очень высока В ряде случаев доходит до 146% Ну, я так понимаю, что один человек укололся Выздорело как минимум двое, видимо, об этом речь Ну, давайте шутки в сторону Более того, буквально вот на днях сейчас вы видите сообщение государственного агентства Интерфакс От 4 октября, то есть позавчерашнее В котором нам сообщается, что полторы недели назад миру Ну, во всяком случае, России был презентован некий удивительный прибор Аналогов нет, простите, да, неправильно сказать Аналогов нет, конечно же Удивительный прибор, который посредством излучения создает вокруг человека некую ауру Которая способна защитить человека от заражения коронавирусом Этот прибор не просто презентовали, его, насколько я понимаю, уже даже зарегистрировали То есть такой официальный медицинский прибор Чудо-прибор, который, ну, просто спасет вас Вот этот защитный колпак будет на вас Ходите на улице, никого не бойтесь Вот об этом нам рассказывали полторы недели И вдруг вчера в эфир появляется Голикова Напомню, Голикова это первый вице-премьер Который отвечает за медицину и все, что с ней связано в нашей стране Которая сообщает с угрюмым лицом, что оказывается По числу зараженных Россия вышла на первое место в мире То есть, да, мы приближаемся к отметке в 30 тысяч заболевших в сутки Это своеобразный антирекорд Такого не было ни разу за два года ни в одной стране мира Вот мы вышли Достигли такого показателя Голикова дюжа сокрушалась и говорила, что, ребят, ну, надо вводить какие-то дополнительные меры Это же страх страшный Ну, смотрите, мы просто число зараженных растет Не знам, а что с этим делать Тут же выступил этот доктор Проценко По-моему, так его фамилия Который был одним из паровозов в списке Единой России Который сказал, что, в общем, ситуация не поддается прогнозированию Но не в этом дело Меня-то вот что умиляет во всей этой ситуации Вот смотрите У нас самая лучшая вакцина в мире У нас теперь есть чудо-прибор, да Который создает вокруг человека волшебную защитную ауру Он уже зарегистрирован По идее, при таком раскладе нам, наоборот, должны сказать Ребят, вакцинируйтесь, покупайте эти приборы и все И будет вам счастье И, по идее, статистика, она должна сходить на нет При таком-то раскладе, если все это правда А у нас, наоборот, количество зараженных растет В связи с чем у меня вопрос Либо, да, где-то в чем-то просчитались Либо нам нагло врут о всех вот этих вот невероятных достижениях Я не знаю, что еще должно произойти Чтобы люди начали задаваться правильными, грамотными вопросами Вообще Для меня Вся вот эта вот ситуация с хвостовством И последующими, какими-то, наоборот, негативными последствиями От этого хвостовства Она напоминает Бывали когда-нибудь на презентациях Бизнес-структур Проповедующих сетевой маркетинг Сетевой маркетинг Это, знаете Организации, которые торгуют всяким никому не нужным фуфлом Там принцип какой? Принеси кучу денег Купи у нас вот этого вот говна Тащи его в массы И ты озолотишься Если ты приведешь еще несколько дураков Которые тоже вложат в это говно деньги Ты еще что-то на этом заработаешь дополнительно Я вот бывал на презентациях таких структур Я там видел Я вот выходит на сцену какой-нибудь голодранец В таком, знаете, ободранном, старом, задрипанном свитере В котором там его бабушка жила 70 лет А потом умерла В каких-то там потасканных, потрепанных джинсах С китайского рынка В которых тоже там умер не один человек В каких-то подобранных на улице На помойке ботинках С выбитыми зубами Которые не на что вставить Выходит и на полном серьезе На серьезных счах Начинает рассказать Ребята, я вступил в эту компанию два месяца назад И я теперь мультимиллионер Мультимиллионеры В зале сидят вот точно такие же Бомжеватого вида люди Которые отвечают Да И мы тоже стали мультимиллионерами Вот И как бы окружающие понимают Что это фуфло Но вот это фуфло как-то прижилось Именно в России Почему-то Когда я смотрю на все вот эти вот истории С победами Мнимыми победами, скажем так Над ковидом-19 У меня почему-то вот Возникает вот эта вот картинка Из тех самых презентаций А вы что думаете? Хорошего дня Увидимся в ближайшем выпуске Реальной журналистики завтра Пока-пока